Особое внимание специалистов МЧС и гражданской обороны в эти дни уделяется режиму работы Чебоксарского гидроузла. Ведь в случае аварийного сброса воды в зоне подтопления в кратчайшие сроки окажутся до 35 домов в Кокшайске. И хотя ситуация в нынешнем году не вызывает опасений, в резервный фонд на случай ликвидации чрезвычайной ситуации заложено 90 миллионов рублей. Тем временем в целом помырел пик паводка, по данным специалистов, прошел незамеченным, то есть в штатном режиме. Даже непривычно как-то. Середина апреля лед с малой Кокшаги сошел, а уровень воды в реке практически не поднялся. Специалисты службы спасения, контролирующие по привычке и в силу действия режима работы на время паводка, уровень воды в городской черте и сами порядком удивлены. На сегодня уровень подъема воды в реке Малая Кокшага составляет 70 сантиметров. В течение суток он колеблется примерно 10-15 сантиметров. Если сравнить данный период времени с предыдущим годом, 2013, то на этот период превышение уровня воды в реке Малая Кокшага составляло около двух метров. Пик подъема воды в прошлом году пришелся на 20 числа апреля и превысил отметку 3 метра. Пик паводка, кажется, миновал, но вот сохраняется одна интрига. Превысит ли уровень подъема Малой Кокшаги у центрального моста 1 метр или нет? Дело тут в том, что снег в лесах северных районов республики, откуда течет река, еще не растаял. В ближайшее время не ожидается резкого повышения уровня воды в реке Малая Кокшага. Однако запасы, накопленные в течение зимы в лесах в северной части республики, в Кировской области, откуда питается в основном река Малая Кокшага в весенний период, еще значительные. Возможно колебания, подъем воды в реке Малая Кокшага, однако каких-то критических ситуаций не ожидаем. Самый незаметный по уровню поднятия воды в Малой Кокшаге паводок, кажется, обходится без затопления наиболее подверженных подтоплению территорий в частном секторе Ишкаралы. Чтобы проверить предположения специалистов, осталось подождать еще одну неделю. В этом году никаких замечаний, нарушений по подтоплению объектов жилого сектора не отмечено. Для частного сектора у нас критический уровень превышения от обычного 5 метров. Но фактически из 3 метров уже начинаются работы по предупреждению населения. Между тем, небольшое количество снега в лесах может повлиять на уровень их пожарной опасности летом. Пока, по словам специалистов, ситуацию спасает прошлогодняя дождливая осень. Запас воды в лесных водоемах и болотах, следовательно, и общий уровень грунтовых вод достаточен для сдерживания распространения огня. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Субтитры создавал DimaTorzok